Ну, вы знаете, как все эти интервью обычно начинаются, вам показывают нарезку лучших моментов, вот, например, таких. Не может в продаже быть человек, который просто хочет получать за жопа часы. Или вот таких. Чуть-чуть научились хакать систему и зарабатывать монетки, и, короче, я вижу, что они меня имеют. А потом показывают что-то провокационное, например, с матом. Тебе 22 года, распоряжайся своей судьбой, все, блядь, иди, ты свободный человек. Но я так делать не буду, я лучше покажу вам полностью все интервью с Давидом Брауном, которое мы записали на квартирнике French TV в декабре 2018. Квартирник, кстати, проходил в замечательном пространстве Inveria Flow Space в самом центре города Киева. И маленькая версия этого квартирника, самые лучшие моменты вы сегодня увидите. И чтобы я вас не отвлекал в середине выпуска, хочу напомнить, что недавно наша компания French запустила новый сайт. Мы занимаемся упаковкой франшизы, выложили на сайте шаблоны франшизы, мой авторский мастер-класс по созданию прибыльной франшизы, а также калькулятор дохода от франшизы. Поэтому, если вы будете запускать франчайзинг, то начните свой путь с посещения этого сайта. Ссылочку мы оставим в описании, и вот здесь в подсказочке она тоже будет, поэтому переходите, сохраняйте в избранное и вернетесь к ней, когда закончите смотреть интервью. Ну а пока мы с Давидом Брауном готовимся к интервью, люди собираются, усаживаются на свои места, и вы тоже, кстати, присаживайтесь, заваривайте чаек, кофеек или что-нибудь покрепче. Я вам расскажу о наших друзьях, без которых этот квартирник просто бы не состоялся. В первую очередь это Inveria Fall Space, замечательное пространство в самом центре города Киева, поэтому если будете думать о том, где провести свой следующий ивент, тренинг, выступление и так далее, обязательно обратите внимание на эту локацию, ссылочку мы оставим в описании. Ну вот, мы вроде бы уже готовы к интервью, все уселись на свои места, давайте начинать, и сначала поговорим о том, как вести себя с недовольными клиентами. Погнали! У меня была ситуация, короче, мы запустили, у нас был давно старый сайт-билдер, сайт-у-ю назывался, значит, и мы его только запустили, и взяли, стоил он довольно дорого, 50 долларов в месяц, ну и я сидел сам в саппорте, чтобы понять, как это все работает, и зашел, я не очень шарил в продукте самом внутри, и там мужик попросил что-то поменять, я взял и хернул весь сайт ему. И типа такой, звоню админу и говорю, слушай, а можно восстановить? Он говорит, нет, ты как-то там удалил хитро, в общем, сайт нельзя восстановить. И я такой, блядь, ну типа, ну что делать? Ну, хотел вначале думать, сказать, утром написать какое-то извинение, чтобы саппорт написал там и так далее, потом думаю, нет, напишу ему сам. Ну и пишу ему, думаю, даже не знаю, как ему начать там, типа, дир там, стив, блин, ну типа... Доброе утро! Да, да. Ну и, короче, пишу ему такую историю, просто пишу. Я не знаю, как ты прочитаешь это письмо, там воспримешь ее, в общем, я удалил твой сайт, и похоже это навсегда. Ну, я говорю, я знаю, что это херовая новость, говорю, ну типа, вот мой телефон, давай обсудим там, как мы будем это разруливать. Он мне звонит, и таким вначале там, мне там трехэтажными матами и так далее. Я молчу, ну типа, поставил на громкую связь, сижу, ну жду, надо, под человеком надо вначале выговориться. То есть он, что я ему не буду говорить, все будет считаться, ну, неконтролируемым, да. Он все сказал, я говорю, окей, говорю, ты во всем прав, я тебя послушал, все правильно сказал, говорю, а что делать будем? Я говорю, давай мы тебе вернем все деньги там, типа, которые ты там платил, и там какую-то компенсацию тебе сделаем. Мне не нужны твои деньги, баба, мне мой сайт нужен. Он говорит, ну нет уже сайта, ну давай новый сделаем там. Ты не понимаешь, кто-то другой, я говорю, и ты пойдешь где-то сделаешь. Там они, сука, снова мне удалят, поэтому ты мне будешь теперь всегда. Короче, этот чувак 10 лет у нас жил, ну потому что мы с ним пережили совместно большую проблему, мы повели себя корректно, ну как бы, да, и после этого он говорит, мне бесплатно ничего не надо, если вы бесплатно у вас, блядь, будут работать какие-то такие же оболтусы, как и ты, и типа, еще раз, еще раз что-нибудь мне удалят, говорит, я буду платить, если надо, я буду платить больше, он говорит, но сделайте мне так, чтобы это было надежно, и мы после этого сделали ему еще бэкапы там, ну на его хостинг отдельный там и так далее, и вот получилось продажу, он нам в общей сложности под 3 или 4 тысячи заплатил, ну вот комиссиями этим. Ну это прямо из такого конкретного хейда. А вот сейчас, так сказать, клиенты в бизнесе, с которыми случился скандал, если вы правильно скандал вырулили, то это самые лояльные клиенты, которые, ну, у вас могут быть. Это че, это практически 90 процентов. А есть какая-то тактика, что тоже, конечно, ну, типа не быть. У всех, наверное, бывают какие-то клиенты недовольные, как их конвертировать? Я когда-то даже давно еще в студенческие времена вел тренинг по работе с возражениями для сотрудников колл-центра Укртелеком. Знаете, как это было? В то время был телефон только, ну, основной телефон. И вот там какой-то монтер Вася обрезал, у вас 2 недели не работает телефон. И приходит к этой женщине в колл-центре, ну, этот, и начинает ей там наваливать. Она же ничего не может сделать. У нее нет ни трекинга, не видит, что произошло. Она должна только выслушивать. Ну, как бы, у них там огромный негатив. Самая простая, как бы, техника. Первое, надо всегда выслушать. Ну, как бы, чем дольше. Второе, очень круто работает. В Макдональдсе есть такое правило. Значит, ты видишь, что пришел клиент, который жалуется, он жалуется на этого кассира, например. Если кассир будет с ним разбираться, ничего не получится. Человек хочет справедливости, восстановления какое-то. Что они делают? У них есть шапка за углом. Ну, дежурные одевают шапку супервайзера. Подходит, говорит, здравствуйте, я супервайзер, чем могу вам помочь? Все, чувак успокаивается, выдыхает. Ну, он только что орал там с матами, говорит, вы начальник этого пидораса, блин? Ты говоришь, да, я его начальник, что произошло? И он уже спокойным тоном вам все заново пересказывает. У него теряется энергия, второй раз пересказывает. Ты такой можешь, если, ну, ты видишь, что по-прежнему высокое накаляние, ты говоришь, я такой вопрос решить не могу, нужно директор. И на третий раз он уже рассказывает все уже аккуратнее, про просто, говорит, я вам третий раз повторяю, и ты говоришь, ну, да, ну, действительно большая проблема. Как вы считаете, если бы вы были на моем месте, как бы вы ее решили? Вот простая такая вещь. То есть он сам ее должен решить. Ну, пусть он сам ее попробует решить. Отлично. Ну, и человек начинает, ну, как бы, ну, действительно, это уже произошло. Ты признал, что мы облажались. Ты говоришь, мы готовы, мы будем делать все, что от нас зависит, решить. Но и мы не понимаем, сейчас ваша ситуация, я не понимаю, как это решить. Предложите решение, которое вас устроит. И люди начинают, вот в ресторанах часто, что вас удивит, если, ну, продолжать эскалировать, то вам принесли, например, десерт, а он там в холодильнике воняет этим льдом этим, да? Ну, вот, что делается обычно? То есть, если клиент скромный, он просто там две ложечки отколупает, поймет, отложит и просто скажет, у вас десерт вводит. А и наглый официант скажет, да, хорошо, говорит, извините. И посчитает его в счет. В хорошем ресторане может подойти супер-вазгид, вы, пожалуйста, извините, подарок от ресторана, там, какой-то новый десерт, и не посчитает. А в простом способе достаточно сказать, как вы считаете, как мы можем полечить эту ситуацию. Большинство клиентов, они скромные достаточно, они скажут, принесите просто мне другой десерт, ну и посчитайте. То есть, никто не будет просить... Или разогретьте этот супер-мега, да, там, ну, нет, вряд ли. То есть, ну, не будет никаких супер-мега, ну, требований каких-то запредельных. Потому что люди, в принципе, по природе скромны. Да. Вы очнулись в Колумбии, язык не знаете, денег и знакомых нет, выехать из страны нельзя. Чем бы вы занялись или занялись, как бы, чтобы выжить, и какой бизнес вы бы теоретически начали строить? Мне, кстати, вопрос понравился. Какой нахер бизнес, если я очнулся и жрать нечего? В Колумбии. Да, в Колумбии, блин. Первая у меня мысль, Колумбия, там сейчас меня, говорят, наркокартель в рабство заберет. Надо куда-то, ну, интегрироваться, да. То есть, я бы просто вышел на улицу, подумал, что я могу сделать. Потому что у меня была такая, на самом деле, ситуация. Я один раз путешествовал по Америке. Такой лоховской набор, думаю, надо посмотреть разные города. И думаю, вот я сейчас в Нью-Йорке, поеду-ка я в Нью-Джорси. В Нью-Джорси я был в разных, там, типа, городах. Думаю, а какая столица? Ну, всегда же мы привыкли, что столица – это самый развитый город. Столица штата Нью-Джорси – это город Трентон. Ну, я погуглил, я не знал. Ну, я еду в этот Трентон, я с женой был. Начинаю искать в TripAdvisor какие-то достопримечательности. Там планетарии. Я говорю, ну, хрен с ней, поехали, посмотрим, что такое планетарии в Трентоне. Мы едем, и начинают чуть-чуть сгущаться такие краски. Везде такие разрушенные церкви. Очень много церквей. Одна, вторая, кресты эти, там, полиции ездит много. Ну, и такой вид, такого, как, ну, гетто такого, да? Потом там, в какой-то момент я понимаю, что, в принципе, мы единственные белые люди. Вообще единственные. А там все черные. И, как бы, не сказать, что я расист, но начинает быть, ну, как бы, стрёмно. Мы приезжаем в этот планетарий. Выходим, там, перерыв. И через час он откроется. Я говорю, ну, пошли пока покушаем. Выезжаем куда-то в центральную улицу. Значит, там, как реально, как в фильмах. Это было лето. Там этот, такой черный, в шубе, возле бара стоит такой, ну, сутенер такой какой-то непонятный. Врос. Я сжимаю судорожно. У меня был такой маленький ножичек. Его можно вот через самолет. Я вот в кармане говорю, бля, надо как-то отсюда сваливать. Ну, непонятно как. Мы заходим в пиццерию. Все на нас вот так вот смотрят. В пиццерии, стало богу, хозяин итальянец. И я ему там, бонджорно. Ну, типа, я с Италии, его родственник. Ну, какой-то пытаюсь какую-то легенду. Пока мы идем, вот это вот, каждый подходит. Эй, бро, дай мне там, типа, будешь траву, там, кокс, там, что-то хочешь. Ну, короче, какие-то такие драгдилеры. И мы там съели по кусочку пиццы, быстренько оттуда давай сваливать. Я начинаю гуглить, ну, смотреть, что это за город. Это город, в общем, депрессивный очень город. Часто такое происходит. Для того, чтобы город из депрессии выдвинуть, они туда переносят административно-политические центры. Ну, типа, там должны сидеть чиновники. Произойдет какая-то там формирование инфраструктуры, рабочие места возникнут и так далее. Вот очень жопная такая ситуация. Я тогда понял, вот если бы я жил в этом Трентоне, что бы я делал? Первое, я нашел бы такого итальянца, ну, в Колумбии тоже. Какого-то иностранца сказал бы, «Чувак, я тут ни хрена не понимаю, сейчас с голоду вздыхаю, возьми меня на работу. Я могу делать там то-то, 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 то-то». Ну, чем я тебе могу помочь? Кстати, вот очень часто это работает. То есть люди, когда вы четко скажете, я умею делать вот это, вот это, вот это, мне очень нужна работа, чем я могу помочь? И человек сам начинает включать, бизнесмен, любой, для него это разрыв шаблона. Ну, обычно же не происходит так, да? Он начнет сам креативить, чем я ему могу помочь. Вот я как-то пристроюсь. На самом деле, очень круто быть иностранцем на территории. Ну, люди привыкли делать так, а тебе просто непонятно, а почему же так принято, да? И ты можешь делать, ну, предложить сделать по-другому. Я уверен, что в Колумбии любой украинец может найти, ну, много таких, каких-то лайфхаков, которые позволят улучшить жизнь колумбийцев и на этом заработать деньги. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я занимаюсь добычей полезных эскапармеров, в частности, эскапармеров. У меня есть полсотни кораблей, с помощью которых я это делаю. Чего? Кораблей. Добыча лежатся на воде. И вот здесь года в год, особенно последние три года, повторяется одна и та же ситуация. К нам на площадке, на места работы приезжают силовики, менты, АБЭП, арестовывают технику. Через месяц-два мы выигрываем суды, но это время мы не можем работать. Последние три года особенно активно. Мы привлекаем прессу, пишем статьи, типа телевидение привлекаем. Но это выглядит, как такой писк, не знаю, где-то на площади. Не знаю, может, у тебя есть мысль, а пойду по поводу, что делать. А где это все находится? В Киеве. В Киевской области. Мы работаем еще в Либерии, в Мозамбике, но там проблем с силовиками нет. Вся бизнес традиционно ментово-крышуемый. Ну, сам по себе. Все добыча песка, она много нелегальная там и так далее. Там в теме обычно много... У нас все легально. Я понимаю, у вас легально, но ментам это и не нравится. Ну, потому что, ну, по сути, да. То есть они привыкли, что за этот бизнес кто-то кому-то платит, а вы не платите. Они не против вас на самом деле. Они против того, что вы создаете прецедент. У меня так было с поручением разрешения на стройку, на строительство. Я никому не буду платить. И мне в какой-то момент после этой серии конфликтов чувак сказал, мы не боимся того, что ты нам не заплатишь. Ты капля, очень маленькая капля в море потока. Но мы боимся, что это станет прецедентом, когда теперь другой сосед, который рядом с тобой строится, тоже скажет, я не буду платить, потому что ты не платил. Здесь может быть именно такая ситуация. Поэтому тебе нужно, ну, на мой, я бы как делал. Я бы создавал, смотри, менты, они все-таки сотрудники государства. И там все быстро очень меняется. И он сегодня мент-генерал, а завтра, может быть, мент-вбегав там и так далее. То есть тебе надо построить легенду о том, что ты чей-то. Вот если ты сейчас не чей, ты какой-то чувак, ты коммерс, тебя надо доить. Ты должен устроена легенда, что ты там, например, СБУшник. Ты под ними. Поэтому, ребят, я вам не плачу, я другим плачу. Они просто боятся. Ну, то есть, менты там как бы, ну, типа, мне когда-то, кстати, бежавший Захарченко это рассказал, потому что я участвовал в одном конфликте. Он говорит, ты когда думаешь, работаешь с ментом, ты думаешь, что многие люди из них адекватные. И ты думаешь, что это вот, представь, говорит, что есть собака, и ты, она кусается. И ты, чтобы она тебя не кусала, пошел сварил ей мясо, купил. И даешь ей, ну, мясо, зная, что она тебя сейчас запомнит, понюхает и больше кусать не будет. Ну, говорит, это не мент. Мент это бешеная собака. Ты повернулся, она тебя за жопу укусила снова. Говорит, независимо от того, что ты ее кормил мясом. Говорит, единственный способ, чтобы мент тебя не кусал, он боится только палки в руке. Если у тебя будет палка в руке, он к тебе не будет подходить. Ну, и все. Ты не можешь их прикормить никак. Ну, это так система устроена. Поэтому я рекомендую думать о том, где ты, что будет твоей палкой. Так, погнали дальше. Был еще такой вопрос от Александра Трейдера. Ты рассказывал во время интервью о такой штуке Customer Success Team. То есть, когда, ну, давай вкратце, то есть, это история, когда у тебя есть какие-то люди в компании, которые помогают клиентам, которые купили твой продукт, правильно ее использовать и добиваться его с помощью успеха в своем бизнесе. Это вкратце. Я правильно? Обязательно. Отлично. Вот. И ты там приводил кейс на примере туристической компании. Очень понятно, доходчиво. Александр Трейдер просит стоматологии попытаться вот в таком же духе разобрать. Стоматологии? По-моему, в стоматологии все просто. Для чего человек идет в стоматологию? Ну, два сценария. Первый, у него еще ничего не болит, и он хотел бы, чтобы не болело. Таких мало. Не, ну, таких мало, действительно, потому что дисциплинирует. Вот заблотки это делает очень круто, он на упреждение. А он делает, он пугает, он страхом мотивирует. Он говорит, я председатель всей Украинской ассоциации имплантологов. Если у вас, вы потеряете свой зуб, вам имплант будет стоить примерно 7 тысяч долларов. Вот. А регулярная чистка там и так далее будет стоить, например, тысячу гривен, да, и два раза в год. И вот мы за вами будем следить там и так далее. И ты как бы четко, рационально принимаешь решение, буду ходить на их чистку. Ну, как бы, да. Вот простая фишка. Вот для него success это сказать, смотрите, мы вас взяли на мониторинг, средняя ваша, вам там, например, там 39 лет, 39 лет, в среднем по Украине у людей там нет уже трех зубов, а у вас все есть. Вы красавчик, мы вместе с вами красавчики, бережим дальше до 45-ти. Он ставит там какую-то программу, это называется Future Pays мышление, мышление будущего. Он нас закладывает программу до 45-ти ты с нами. Ну, мы с тобой вместе договорились, до 45-ти ты не потеряешь ни один зуб. Вот у тебя все, ты уже прилепился к этому стоматологу, в принципе. А, можно даже это прописать. Конечно, конечно. Можно прямо даже условно сделать контракт такой. Челлендж, челлендж. Вот. А вторая вещь, когда у тебя что-то болит, ну, тогда у тебя саксессом является перестало болеть, последствия как бы этих вещей устранены, то есть оно не распространяется. Ты остановил некий разрушительный процесс или воспалительный процесс в организме и предотвратил будущие там соседние зубы, повреждения там и так далее, да? Мне кажется, здесь довольно все просто. В стоматологии легче, чем в бизнесе шаблонов или там поставщику какому-нибудь, ну, как бы объяснять, где длиннее производственные цепочки какие-то. Ну, обычно бизнесы рождаются вот, например, взять медицину. Красный океан, краснейший, да? Но вот есть стартап в Америке сейчас, который пропагандирует идею, говорит, что врачи получают деньги, когда люди болеют. Правильно? Люди болеют и, ну, ты плачешь. Ага, там мы придумали идею платить врачам деньги, когда люди не болеют и когда человек болеет, он перестает платить. Потому что саксесс. В чем саксесс? Человек не болеет, значит, врач хорошо работает. Человек болеет, значит, врач работает плохо. И вот у них виральность высокая. Грубо говоря, ты платишь 100 долларов в месяц и если ты заболел хоть раз, ну, там, в тот период, когда ты болеешь, ты ничего не платишь. Потому что это значит, что врач работает неэффективно. Ну, система не работает неэффективно. Очень круто. Ну, вот, 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 когда люди могут посмотреть на индустрию, на Красный океан, немножко другими глазами найти несправедливость и из этой несправедливости сконвертировать это в какую-то бизнес-модель, это круто. Вот, ну, мне кажется, вот это, ну, самый гарантированный сценарий, крутой. То есть несправедливость еще? Несправедливость, она как ищется? То есть нужно найти плохие отзывы у сети? Ну, можно разговаривать с людьми, делать этот, так называемый, процесс Customer Discovery, да? Разговаривать о тех, кто регулярно там ходит в спортзал, говорит, слушай, а если бы вот ты сам построил спортзал, спортзал твоей мечты, как он должен выглядеть? И вот, ну, люди начнут креативить, там, что-то вспоминать, говорит, например, Спортлай всегда говорит, что у нас есть умная система распределения ключей в ящичках. Ты придешь, и я придем, и нас в разных местах ключики дадут, чтобы мы друг другу не мешали. На самом деле, блядь, по-моему, все наоборот у них там. Я несколько раз специально это спрашиваю, говорю, вот сейчас в зале никого нет, почему, сука, ящички друг за другом пошли? Где ваша эта система? Ну, то есть простая вещь мелкая, но она, как бы, вот, ну, работает. Слушай, у меня тоже есть претензия к Спортлайфу, это не связано с моим внешним видом, я туда не хожу, но мне звонят уже месяц люди и говорят, это Спортлайф? Я говорю, ну, сначала нет, потом начал уточнять. Продавай абонементы. Чуть-чуть. Ну, вот так надо было, да? Не, я просто номер телефона отключил, но они, они не отвечают, то есть я им написал, я уже месяц работаю в Спортлайфе, где зарплата? Я там пишу, значит, ребята, я уже устроился к вам в колл-центр, значит, я отвечаю, значит, консультирую людей в соответствии с высокими стандартами работы нашей компании, вот, как бы, но если вдруг там вы поменять телефоны, я, ну, там что-то, я не помню уже, типа там могу заняться чем-то другим, там и так далее, никто не ответил, вот это, мне кажется, очень плохо. Так что, если у нас есть в спорте из Спортлайфа, почистите номера, отражает, по-моему, и с ключиками разберитесь, принцип работы Спортлайфа, все, не отвечать, это кредо компании. Есть кто-то из Спортлайфа? Так вот вам несправедливый. Есть часто предприниматели, предприниматель сначала сам продает, потом нанимает продажников, менеджит этих продажников, потом уже себе руководитель отдела продаж подыскивает, да? А руководители сейчас толковых, ну, их реально меньше, чем их ищут, да? Вот что бы ты посоветовал найти нормального руководителя отдела продаж, который бы, условно говоря, управлял там не хуже, даже лучше, чем ты? Ну, я бы его искал везде, не по объявлениям. Я уверен, что чуваки, это очень редкие совпадения, что хороший руководитель отдела продаж находится в активной стадии поиска работы, то есть его придется хантить. Второе, надо очень часто, самая типичная ошибка, в руководителе отдела продаж ищут самого хорошего продавца. Он не должен быть хорошим продавцом. Это, он будет, у него будет синдром менеджмента, менеджера игрока, и он будет все время лезть в поле и там вырывать трубку, и говорит, сейчас я допродам там и так далее. Однозначно, есть смысл искать человека, который склонен к системности, в большей степени, чем самостоятельно продавать. И вот есть люди такие, систем фрики, их очень, их прямо вот выбивает из равновесия ситуация, когда нет системы, не прописаны процедуры, нету какого-то чек-листов там и так далее. Вот людям, которым нравится наставничество плюс системность, это практически идеальный руководитель отдела продаж. Ну и он должен быть ментально, еще он должен быть с неким предпринимательским риском, он должен быть понимать, что он может очень много зарабатывать, но только от результата. Самое плохое, что делают люди, вот они отчаялись искать руководителя отдела продаж и нанимают чувака, который просто хочет гарантированную оплату. Не может в продажах быть человек, который просто хочет получать за жопа часы. Это убьет компанию, я вам сразу говорю. Лучше не иметь продавца вообще, чем иметь продавца, который хочет получать за жопа часы. Ну, продавец это единственный человек компании, который бегать должен там и все делать. У меня вопрос такой, как-то в одном из интервью ты сказал, что бизнес это про энергию, про управление, вот энергии. Расскажи, пожалуйста, откуда ты берешь эту энергию, ну, как бы первый, и второй к нему же вопрос, вот у тебя, как бы, скрипт такая уверенность, вот ты все, что рассказываешь, что-то как бы во всем четко уверен, это тоже как-то, как бы, ну, врожденное, или это как-то тренировалось, скажем так? У меня вот нет никаких средений, ну, я пробовал трансцендальную медитацию, мне очень понравилось, только, блядь, тебе жалко 20 минут в день, и я не, ну, это не делаю. Хотя это крутая штука, вот очень крутая штука, то есть, короче, если мне не будет хватать энергии, я точно буду медитировать. У меня энергии природно просто много, вот, и, ну, и она у меня направлена в бизнес, то есть мне нравится изучать, у меня хакерский майндсет, мне нравится ломать системы, ну, как бы, и вот, и для меня главная система это человеческое мышление, и мне надо, то есть условно взламывать паттерны человеческое мышление. Вот простой пример, меня позавчера останавливают гаишники, ну, и видно, просто доебаться остановили, ну, я ничего не нарушал, все, остановили. Вот я думаю, сейчас минает задача, пока он ко мне ползет, вот это я подальше останавливаю, чтобы он шел дольше, ну, типа, он идет, и я думаю, походу быстренько креативлю, думаю, минает задача, чтобы он сейчас мне отдал честь и отпустил, вот, не показывая документы, ну, это мой такой челлендж. Я сижу-сижу, и у меня, походу, сразу прилетает. Я приоткрываю окно, вот так, ну, типа, он там, он такой, здравствуйте, там, ла-ла-ла-ла-ла, я говорю, о, здравствуйте, я говорю, какое отделение, еще раз, какое там управление у вас? Он говорит, управление, я достаю, у меня есть блокнот, я открываю блокнот, открываю ручку, говорю, с чем вам можно помочь? Он такой, в смысле, ну, что, может быть, нехватка материального обеспечения, компьютеризация, сеть, что там у вас плохо, может быть там с формой все поставляют вовремя все он такой охеревший ну потому что это как бы не забывает что надо спросить мои права он говорит а вроде все нормально когда ты не стесняйся все нормально груза то подъеду к начальнику мы все обговорим будет за три-четыре дня все решено такой проезжайте у нас часто спрашивают как там мы со спикерами договариваемся и так далее вот ты мне расскажи пожалуйста свой опыт и вот как там пробиться к людям принимающим решения и у тебя флёрты ты как типа журналист журналисту вообще без проблем добраться вот самый простой пример вот я недавно ребятам посоветовал они продают enterprise решения в ритейл большой но американский ритейл разделайте журнал retail innovations 2019 журнал ну сколько он стоит на тебя на зарегистрировать журнал сделать один выпуск разошлите журнал туда куда вам надо а потом позвоните скажите добрый день секретарю мы журнал retail innovation 2019 хотим взять интервью вашего там cfc о как ну тот кто вам нужен 90 100 процентов что люди скажут да давайте там организуем это дали ты приходишь в ходе интервью спрашиваешь например а вы как вы используете вот представим что мы продаем для ритейла я не знаю в священную воду какую-то там не знаю заре заряженную для продавцов и мигра вас есть отдел продаж ну во время интервью он год конечно у нас есть отдел продать а насколько вот для вас отдел продаж стратегически важен вот вы если вам нужно будет закрыть отдел продаж или закрыть отдел доставки что какой вы выберете например угаду без продаж компания умрет конечно отдел продаж то есть можно сказать так что отдел продаж находится в топ-3 ваших самых важных приоритетов да а как вы мотивируете людей продавцов как вы убеждаете что у них достаточный уровень энергии например ну мы там у нас там командный team building какие-то там процедуры бонусы там и так далее это вот я слышал еще есть некоторые компании используют заряженную воду вы используете заряженную воду ну просто нет мы не используем заряженную воду окей дальше что-то продолжу все на перерывчик спасибо скоро выйдет выпуск мы про вас напишем вот визитка все кстати вот вы сказали не используйте заряженную воду а я знаю рому он как раз у него отличный бренд один из самых лучших их используют ашан там керфур и так далее хотите дегустационный сет пришлем кто у вас главный по продажам все ну ничего делать не надо а стоимость вообще маленькая люди для этого выходят на выставки платят по 30 тысяч евро за стенд в надежде что кто-то мимо них пройдет они там визитку его возможно тогда очень же просто но это просто типа зайти через черный ход но я и считаю что такие вот там где в бизнесах где люди окружают себя преградами ну ставят секретаря которые не пропускают там типа да там вокруг есть ну коры барьеры то тебе эти барьеры их же все пытаются обойти тебе надо обойти парь барьер каким-то креативным способом моя стратегия такая вот раньше в старые времена всегда был наставник ну вот не знаю какой-нибудь там сына александра македонского ему сразу прикрепляли какого-то там аристотеля условно говоря горит там воспитываем его сына почему он нужен был он часто человек находится в сомнениях а предпринимателю все самоучки но 99 процентов у него что-то получилось он сидит и думает то ли мне повезло то ли я талантливый то ли как-то сложились так обстоятельства хера узнать и у него внутренний страх что ну как бы как-то это получилось случайно и когда он приходит и спрашивает у кого-то другого кому-ка на его взгляд у кого получилось еще лучше и говорит слушая как нанимать людей ты говоришь просто надо их нанимать он говорит я так и думал все наконец и приходит мне потом пишут в личку говорят спасибо ты поменял нам весь бизнес выросли в три раза рачу сказал хотя же не помню типа ну ты нам сказал подумай поговорите со своими клиентами ребят все ну можно брать деньги за консультацию да это шинсайд такой дикий вообще да надо ну типа с клиентами надо разговаривать это очень важная мысль я понял почему это возникает смотрите как человек у нас устроен дети значит вначале их менеджит мама ты проснулся там почисти зубы мама пришла проверила оделись все спустились там кушать покушали пошел там вытащил тарелки то есть он привыкает он получает команду выполняет получает вознаграждение не выполняет получать наказание следующий он идет в детский сад мама утром его там чтобы он стал собрался и так далее в детском саду дети построились поспяли поиграли то есть его стопроцентно менеджер он не распоряжается временем своим вообще потом он идет в школу выполни домашнее задание сделайте такой урок тогда опять стопроцентно менеджер потом идет в институт менеджер чуть чуть меньше процентов на 90 а потом говорят тебе 22 года распоряжайся своей судьбой все блять иди ты свободный человек и он вахнул просто тупо 22 года менеджер из каждую день в день day to day и он такое что где кто почему я сам теперь ответственный он просто потерял я вот заметил что единственные люди которые чуть-чуть у них ломается этот алгоритм из программы выпали это когда у них либо в жизни было большое изменение ли он ушел там из дома или ну или хулиган он был его там короче клонка то системы выпал но система она приучает что кто-то отдает команды ты их выполняешь из-за этого становится или хорошо или плохо да при не выполнить потом когда предприниматель становится предпринимателем у него нет вот этого менеджера он сам может так может так непонятно мне ко мне многие люди приходят мне нужен ты как менторы городах хера тебе нужен у тебя все хорошо там все будет ну смотри я же сам себя не могу смотивировать игры смысле много тут я например хотел всегда зарабатывать 5000 долларов сейчас зарабатывать 7 я не хочу больше ну типа я могу сейчас попробовать и зарабатывать 17 ну нахер она мне надо рам не нахер а ну я мне что же непонятно угодно мне надо чувак который будет говорить если ты сука не заработаешь 17 через полгода то я тебе вообще не приходи ко мне тебя забаню блин вот я буду тогда делать это то есть ему нужен какой-то чувак который будет не что-то спрашивать ну должен ему условный менеджер предпринимателя вот в этом и суть как бы получается человеческого мышления в америке чуть-чуть поменьше тоже это вся история есть но меньше там вся школа направлена на коллаборацию на достижение на посмотри внутрь себя они вовне и так далее там чуть-чуть ну снижена этот уровень а у нас же ну по крайней мере в нашем поколении все стопроцентный менеджмент мы всегда нас менеджер и и мы не способны самоменеджится вот и вся история отсюда возникает все наши но более проблемы там и так далее ты как детей воспитываешь я детей не воспитываю отлично не но я такой у меня кстати есть игра я может быть сделаю это коммерческим продуктом это крутая штука я понял что детям нравится только играть в игры все установим ничего не нравится но все это правило и так далее и понял что нужно гимнифицировать жизнь ну у меня есть монетки вначале придумал одного типа монетки ну типа там сделал что-то там помыл посуду получи монетку там потом монетки можно менять на те вещи которые нравятся она же эволюционирует игра они так бац и начали ну получают монетки горды и за там дочка горит я хочу в кино они чисто из противоречия сын я не хочу в кино я ни в каком случае не пойду и вот у них типа монетки каждый год я бы он пойдем на каток и я тут типа опять в серединке да я думаю так так не получится начал придумать есть монетки индивидуальные есть монетки командные командную монетку можно зарабатывать только командным путем и тогда его можно поменять на командный результат пойти вместе там в кино вместе и нужно договариваться между собой можно купить командную монетку за индивидуальные а сейчас у меня пошел третий этап я сейчас наворачивающую игру до сколько лет извини одному 6 другому 7 с половиной и сейчас я хочу типа я сейчас еще придумал третью супер монетки ну потому что они уже научились хакать систему и зарабатывать монетки и короче я вижу что они меня имеют именно ну конкретно я придумал меню супер меню дорогое какие-то там вещи там которые мне очень не хочется на время ненавижу аквапарк зимтауне вот просто ненавижу да а слава богу потому что короче я не люблю там холодно всегда там вот это они любят и вот я вот говорю супер приз аквапарк на него надо херачить три недели ну все и всей семьей там где вода сделать все там возможные эти вещи я вот так типа гемифицирую в конце это сделаю какой-нибудь игрой и будет у нас такая игра менеджер family management раньше когда брендинг только стал хайповым ну там условно в семидесятые года в америке да то была какая штука все были не дифференцированные продавцы и люди поняли что если стал дифференцированным возникнет доверие бренду можно очень сильно поднимать маржу да и это работало сейчас брендов ну как грибы появляются ты просто не успеваешь ощутить вот эту вот ценность бренда какие у него там связаны но люди остаются людьми они же социальные существа из ну как бы тебе гораздо легче понимать что вот воля ну то есть ты уже можешь не запомнить что это идеальная свадьба агентства но воля ты запомнишь и уже ну как бы тебе легко это персонализировать и поэтому фактически бренды заменяются брендами людьми раньше через шесть рукопожатий нужно было да вот говорили ну правило шести рукопожатий сейчас пересчитали в 2018 году 2 и 8 нужно чтобы добраться до условного трампа и вот из-за того что сократилась это сильно дистанция люди поняли что это ну не надо так далеко ходить вот люди они соцсетях они ведут обычно заметьте что очень много людей успешных никаких ассистентов не виду они сами ведут свой фейсбук сами ругаются нам сами там дружат с кем-то и так далее и у тебя возникает очень круто ты какой-то огромный бренд морщинская и допустим тебе что-то не понравилось сильно раньше ты что должен быть идите найдите отдел претензий оформите претензию и непонятно бездушно получить какую-то как у меня спорту а сейчас ты что может ты можешь пойти найти овнара этого найти его фейсбук и насрать ему там на ленте так чтобы он не встал блин ну правильно и он вынужден будет просто потому что это публичная штука пойти разобраться извиниться решить напрячь и так далее люди понимают ну все поняли что это работает и вот это от этого это тоже бустит и как бы весь этот рынок персональный бренда нам сейчас нужно будет выбрать лучший вопрос из зала кто там был еще про энергию про энергию что там про ментов на то есть у нас пять вопросов и 5 книг да так за ментов значит книжку владимир кличко чтобы бороться с лентами ребят наш формат крутая бизнес литература спасибо вам успехов вот для человека который говорил с чего начать с чего начать что важнее не другой за тобой как раз сейчас подумаем это про энергию кстати можно по энергию про энергию так и смотри я тебе напомню какие были вопросы из интернета но в смысле под выпуск не про колумбию пора колумбию 100 процентов колонку на спасибо давил и большого ну вот и все друзья надеюсь что вам понравилось поставьте лайк если это действительно так напишите комментарий скиньте ссылку своему другу это на самом деле моя большая просьба всегда делиться контентом на франш тиви которая вам нравится потому что это по сути единственный самый надежный самый правильный способ продвижения канала мы занимаемся накрутками мы практически не рекламируемся и мы не получаем у нас нет рекламы на канале кроме рекламы конечно нашей замечательной компании франч которая занимается упаковкой франшиз это все поэтому если вам нравится выпуск этот или любой другой не стесняйтесь делитесь им с друзьями скидывайте ссылку публикуйте делайте репосты в социальных сетях мы будем за это вам очень признательны ну на этом все друзья увидимся с вами уже очень скоро не забывайте про колокольчик который поможет вам не пропускать свежий выпуск раньше тебе в потоке того контента назовем это так которая присутствует на ютюбе пока а 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 Субтитры сделал DimaTorzok